Привет, друзья! Задачка сегодня у нас для первого класса, но задачка со звёздочкой. И как по мне, так и для первоклассников, эта задачка не с одной, а с двумя или даже тремя звёздочками. Нам нужно найти закономерность и вставить пропущенные числа. Можете вставить на паузу, думать, рассуждать. Пишите свои варианты обязательно в комментариях. Как вы думали, какие у вас варианты были, сколько времени потратили на решение и так далее. Это всё очень интересно. Почитать, посмотреть, кто как думает. Ну, а, собственно, прямо сейчас давайте покажу, как же решается эта задача на самом деле. В действительности даже мне пришлось подумать, потому что вот так вот, глядя беглым взглядом на вот эти две схемы, в голову-то так ничего не приходит. Облегчает задание то, что это первый класс, а в первом классе проходит только сложение или вычитание. Поэтому давайте пробовать складывать и вычитать. Итак, 3 плюс 1 это будет 4. Так, 2 плюс 7 это будет 9. И теперь смотрим. Смотрите, 9 минус 4 вроде бы получается 5. Вроде бы как всё сходится. Так, ну давайте проверим эту же теорию здесь. 0 плюс 6 будет 6. 3 плюс 5 будет 8. 8 минус 6 как раз получается 2. Вроде бы теория работает, да? Ну и раз так, давайте проверим вот на этом, будет ли оно так. 4 плюс 0 это 4. 6 плюс 1 это 7. 7 минус 4 это 3. 2 плюс 5 это 7. 4 плюс 4 это 8. 8 минус 7 это единичка. Почему я говорю, давайте проверим вот на этом? Потому что в первом классе отрицательные числа ещё не проходили. Если бы у нас, например, тут было бы меньшее число, чем здесь, то очевидно был бы отрицательный ответ, но такого быть не могло в первом классе. Тут же у нас получаются положительные ответы. Вроде бы всё нормально. И, по-моему, мы решили задачу. Если у вас получились такие же ответы, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. И пока, друзья, до новых интересных задач. А эту задачу можете, кстати, дать не только своему ребёнку-первокласснику, но и второкласснику, и трикласснику, и пятикласснику. Я уверен, им тоже придётся подумать.